Тема урока – общая характеристика насекомых. Насекомые – самый многочисленный класс среди не только членистоногих, но и животных вообще. Насчитывается больше 1 миллиона видов насекомых. Они населяют самые разнообразные среды обитания. Их можно встретить на земле и в воздухе – это большинство видов насекомых – бабочки, мухи, комары, осы. В водоемах – жук-плавунец, личинки-стрекоз, почве, медведки, личинки майского жука, телах других живых организмов – пши, блохи. Наиболее разнообразен мир насекомых в тропиках. Насекомые ведут свободно живущий или паразитический образ жизни. Размеры их тела разнообразны. Самые маленькие – длиной около 1 миллиметра, а самые большие достигают 30 сантиметров. Есть насекомые, которые живут поодиночке – хищные жуки, наездники. А есть и общественные, живущие большими семьями до 3 миллионов особей – это муравьи, пчелы, термиты. Насекомые – единственный класс среди беспозвоночных животных, представители которого имеют крылья и способны летать. Несмотря на огромное разнообразие насекомых, для всех них характерны общие особенности. Их тело четко разделено на три отдела – голову, грудь и брюшко. Они соединены между собой подвижно. На голове расположены одна пара усиков, глаза, позволяющие ориентироваться в пространстве, и ротовой аппарат, необходимый для захвата пищи. Имеют два больших сложных глаза, между которыми могут находиться несколько мелких простых глаз. Усики очень разнообразны по длине, числу и форме члеников. Они могут быть нитевидными, гребенчатыми, перистыми, булавовидными и пластинчатыми. Насекомые питаются разнообразной пищей, и в зависимости от характера питания, у них встречаются различные типы ротовых аппаратов. Виды, питающиеся твердой растительной или животной пищей, имеют грызущий ротовой аппарат – жуки, стрекозы. Виды, питающиеся жидкой пищей, соками растений, кровью животных, нектаром цветков, разложившимися остатками тканей растений и животных, имеют сосущий – бабочки, колюще-сосущий – вши, комары, лакающий – пчелы или лижущий ротовые аппараты – мухи. Грудь состоит из трех сегментов, которые называются передней грудью, средней грудью и задней грудью. Каждый сегмент несет по одной паре ходильных конечностей. Насекомые имеют три пары ног. Конечности, как и у всех членистоногих, состоят из члеников, которые подвижно соединены между собой суставами. Это позволяет животному совершать разнообразные движения. Ходильные ноги могут быть прыгательными, они сильно вытянуты в длину, у кузнечика. Роющими – они укорачиваются и становятся массивными, у медведки. Плавательными – у плавунца. Собирательными – у пчелы. И бегательными – у жужелицы. Последние два сегмента несут еще кроме конечностей и по паре крыльев. Крылья – тонкие кутикулярные пластинки, содержащие жилки, в которых проходят трахеи и нервы. Крылья в большинстве случаев не одинаковы, хотя у стрекоз они почти равноценны. У жуков передняя пара крыльев полностью затвердевает и превращается в жесткие надкрылья, которые не способны к машущему полюту и просто защищают заднюю пару крыльев, которые тонкие и прозрачные. У комаров и мух наоборот, полноценными крыльями становится передняя пара, тогда как задняя уменьшается в размерах и видоизменяется в жужельце. Относительно небольшое число видов насекомых без крылы. Часть из них утратила крылья в связи с паразитическим образом жизни, например, вши и блохи. Брюшко насекомых может содержать разное количество сегментов, причем у примитивных видов сегментов больше. Например, брюшко двухвостки состоит из 11 сегментов, а у более высокоразвитых всего 4-5 сегментов. Конечности на брюшке отсутствуют. Примитивные виды содержат на брюшке недоразвитые конечности, то есть их рудименты. На заднем конце брюшка могут находиться придатки в виде яйцеклада у кузнечиков и лежала у пчел ос. Тело насекомых защищено кутикулой, которая снаружи покрыта водонепроницаемой пленкой. Она предохраняет насекомое от потери воды. В покровах имеются многочисленные волоски и многочисленные железы. К покровам тела изнутри прикрепляются мышцы, которые у насекомых очень хорошо развиты. Это позволяет насекомым совершать очень сложные движения. Общее количество мышечных пучков может достигать 2000, в то время как у человека насчитывается всего около 600 скелетных мышц. Взрослые насекомые не растут и не линяют. Познакомимся с внутренним строением насекомых. Большая часть внутренних органов сосредоточена в брюшке. Пищеварительная система хорошо развита. На голове расположен рот, окруженный частями ротового аппарата. В ротовую полость открываются протоки слюнных желез. Короткая глотка продолжается в более длинный и узкий пищевод, который у многих видов образует расширение – зоб. В нем пища задерживается и подвергается воздействию пищеварительных ферментов. За зобом расположен желудок. За ним идет средняя кишка. Средняя кишка продолжается в заднюю, которая заканчивается анальным отверстием. Печень отсутствует. Пища у насекомых может быть самой разнообразной. Есть растительноядные насекомые. Например, живущие в почве личинки жука-щелкуна проволочники питаются корнями растений. Долгоносики повреждают цветки яблони. Гусеницы бабочек поедают листья. Хищные насекомые. Божьи коровки питаются тлями и более мелкими насекомыми. Жужелицы поедают гусениц и даже дождевых червей. Трупами животных питаются жук-могильщик, серая мясная муха. Среди насекомых встречаются всеядные животные, которые питаются различными растительными и животными продуктами. Например, тараканы. Дыхательная система представлена трахеями. Вы уже знаете, что трахеи представляют собой многочисленные ветвящиеся трубочки, пронизывающие все тело насекомого и доставляющие кислород ко всем органам и тканям. Начинаются трахеи отверстиями или дыхальцами, расположенными по бокам двух задних сегментов груди и сегментов брюшка. Имеется до 10 пар таких отверстий. Кровеносная система, как и у всех членистоногих, не замкнутая. Сердце расположено на спинной стороне и имеет вид длинной трубки. От сердца отходит единственный сосуд. Он идет в головной конец тела. Так как у насекомых очень хорошо развита дыхательная трахейная система, то кровеносная система не участвует в переносе кислорода и углекислого газа, а служит только для транспорта питательных веществ к органам и тканям и удаление из них продуктов обмена веществ. Гемолимфа чаще всего бесцветная. Выделительная система представлена мальпигиевыми сосудами, расположенными на границе средней и задней кишки. Каждый мальпигиев сосуд имеет вид тонкой трубочки, свободный конец которой заканчивается слепо, а другой впадает в полость кишечника. Количество сосудов у разных видов изменяется от 2 до 200. Нервная система представлена сложно устроенным надглоточным нервным узлом, головным мозгом, подглоточным нервным узлом и брюшной нервной цепочкой, которая характеризуется слиянием нервных узлов. Головной мозг состоит из трех отделов – переднего, среднего и заднего. Органы чувств у насекомых обычно многообразны и развиты очень хорошо. Усики являются органами осязания и обоняния. Вкусовые рецепторы расположены на ротовом аппарате. Имеют простые или сложные фасеточные глаза. Простые глаза характерны для паразитов, а сложные – для свободно живущих видов. Простые глаза позволяют воспринимать свет, но не могут различать предметы. Многие насекомые способны издавать или воспринимать звуки. У некоторых видов, например, кузнечиков, есть органы слуха, расположенные на ходильных конечностях. Половая система. Все насекомые раздельно полы. У многих видов выражен половой диморфизм по окраске, величине тела, форме и размерам усиков, наличию или отсутствию крыльев. Размножение только половое. Имеют парные половые железы. У самцов в брюшке находятся семенники, от которых отходят семипроводы, впадающие в семиизвергательный канал. Самки имеют яичники, которые открываются в яйцеводы, соединяющиеся в непарное влагалище. Оплодотворение внутреннее. У некоторых видов встречается живорождение. А сейчас рассмотрим значения насекомых в природе и их практическое значение. Насекомые имеют огромное положительное значение. Они важнейшее звено в круговороте веществ. Бабочки, пчелы, осы, шмели, опылители цветковых растений. Почвенные личинки, муравьи участвуют в почвообразовании. Пчелы – источник пищевых и лекарственных веществ – меда, воска, прополиса. Личинки бабочек, тутового шелкопряда – источник натурального шелка. Не меньшую роль играют и отрицательные последствия деятельности насекомых. Майский жук, саранча, тля, колорадский жук – вредители растений, уничтожают посевы сельскохозяйственных культур. Комары, москиты, вши и блохи – паразиты человека и животных. Мухи, тараканы, блохи, вши – переносчики заболеваний человека. Укусы насекомых – пчел, ос – болезненны и могут быть ядовитыми для человека. Подведем итог и вспомним характерные признаки класса насекомые. Насекомые имеют три отдела тела – голова, грудь и брюшко, одну пару усиков, три пары ходильных ног, крылья. Органы дыхания представлены трахеями. Органы выделения – мальпигиевыми сосудами.